Христос воскресе! Мученицы Гликерии Девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного, пострадавших во II веке, мученика III века Александра Римского, святителя Павсикакия, епископа Сенатского VI – начала VII века, святых Георгия Исповедника с супругой Ириной и Чадами, пострадавших в IX веке, преподобного Ефимия Иверского, подвижника X-XI века, праведной Гликерии Девы Новгородской, святой XVI века, перенесения мощей преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, переославского чудотворца XVII века, святых XX века, священномучеников Василия Соколова Александра Заозерского и Христофора Надеждина Пресвитеров, преподобного мученика Макария Телегина и Ромонаха и мученика Сергия Тихомирова, а также мучеников Черкасских. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы очень редко подробно говорим о мучениках I веков, потому как в большинстве своем их жития составлялись веками позже. А в связи с тем, что сведений о их жизни весьма мало, то авторы этих житий использовали, если можно так выразиться, некий житийный шаблон, подобно тому, как в иконописи используется иконографический канон. Но все-таки память ранних мучеников нужно почитать наравне с другими святыми, а к их житиям относиться с почтением, потому что в них выражается самое главное – суть христианского мученичества и подчеркивается победа духа над смертью. И вот сегодня мы вспоминаем мученика Александра Римского. Его житие тоже с ходом веков дополнялось разными подробностями, но ученые предполагают, что в основе этого жития лежит реальное свидетельство очевидца событий. Заранее хочется отметить, что в этом житии нужно особенно обратить внимание на то, какую роль в жизни христианина играет ангел-хранитель, и как невидимые наши помощники сопровождают нас на всем жизненном пути. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуна Тивериана в Риме. Ему шел XVIII год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднество. Но юноша Александр, с детства воспитанный в христианской вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тивериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно пребудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Но лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедовал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угроз. Император пробовал уговорить юношу обещанием почестей, но Александр остался твердым в своем исповедании и обличал императора и всех язычников. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан передал святого Александра во власть трибуна Тивериана, посланного императором в Афракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели во Афракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра блаженную Пимению о мученическом подвиге ее сына. Пимения нашла своего сына в городе Катаргене, где он предстал на суд перед Тиверианом и снова твердо исповедал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь за колесницей Тивериана. Мужественное Пимение упросило воинов разрешить ей подойти к сыну и воодушевило его к перенесению мук за Христа. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу «Велик Бог христианский». Мученику несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. В городе Филиппополе Тивериан устроил очередной суд над святым Александром в присутствии собранных по этому случаю городских вельмож. На этом суде святой Александр остался также непоколебимым. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но укрепляемый Богом перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов и спросив у Господа для них источник воды. У места, называемого Вуртадексион, святой вновь встретил свою мать Пемению, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей, «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Дрезипере Тивериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимы палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды четыре пса, и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра, Пимения. Она взяла останки своего сына мученика и похоронила их с честью близ реки Ирегоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери и утешил ее сообщением, что вскоре и она переселится в небесные обители. Святый мучениче Александре, моли Бога о нас! Всего вам доброго, дорогие телезрители! Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok